О, привет, дружище! Проходи, присаживайся! Ну, привет! Как дела? Ну, отлично! Что, поиграем в R-H? Поехали! Game Money Trade. Купи золото R-H, BDO, Lineage, Terra и WoW. Разнообразные способы оплаты, доставка за 5 минут, техподдержка 24 на 7, еженедельный розыгрыш 1000 рублей среди покупателей. Бери золото в Game Money Trade, одевайся побыстрее. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Видеобомба и, как всегда, я Fuck You Game. Ну, что, друзья, после этого обновления пришли к нам в гости новые костюмы. Вот такие два костюмчика на милишников и на магов. Майлру нам решили подарить. Ну, не совсем подарить, продать, конечно же, за 1200 рубасов. Вот, но костюмчики стоящие. Не знаю, как на милишников, но на мага это просто мастхэвный костюм. Не знаю, это лично мое мнение. Я его купил. Мне чуточки не жалею то, что я поменял его на библиотечный. Хотя у меня библиотечный третий костюм уже. Что нам дает этот костюм? Игнорирование сопротивления плюс 500 единиц, скорость передвижения плюс 4, что немало важно для мага. Иногда надо как-то чуть побыстрее отбежать. Скорость передвижения на шарика, ну, магу понадобится, я думаю. Вот, но самая главная фишка, которая меня переубедила, что поменять костюм библиотечный на костюм вот этот вот черных песков, это то, что здесь есть время применения умений. Минус 3% время применения умений. Я не знаю, для меня это отлично. Просто, ну, блин, я не знаю. Для меня это мастхэв на сегодняшний момент. Это мастхэв. Посмотрите, какое у меня время применения умений. Просто 55%. Когда я разгоняюсь фаербольчиками, оно у меня становится где-то 43, 43, где-то 45. Вот так вот. Вот, что мы сделали, получается. Поменяв библиотечный костюм на этот костюм, мы поменяли время применения умений, поменяли на шанс крита, вроде, если я не ошибаюсь. Давайте точно с вами посмотрим. Шанс критического эффекта исцеления, да, и шанс критического дара заклинаний. Да, 1,8% шанс крита. Да, кто-то скажет, это немаловажно. Но так как я мага полностью разгоняю буст ему делаю и упор делаю ему на скорость каста. Поэтому, вот так вот. Поэтому я решил взять этот костюмчик и шанс крита поменять на скорость каста. Скорость каста, я не знаю, для меня кажется, что скорость каста роляет, ну, не меньше, чем шанс крита. Вот, потому что за то время, пока вы скастуете в меня одну пару фаерболов, я скастую вас 3. Это я вот только что убедился в этом, когда мы только что вот с ребятами тренились, дуэлились, просто пкшились 3 на 3. Скорость каста, это просто the best. The best of the best. Потом я себе куплю лук еще дельфийский, тактика, вставлю в него рунки на время применения умений. Влютню тоже, сделаю себе кларнет, перекрафчу, доточу его, вот, и тоже получается во время применения умений. Вставлю и будет вообще. У меня должно, я так подсчитал, где-то должно быть по умолчанию 48% время применения умений. Вот представьте себе, сейчас 55,1%, вот, а так будет 48, плюс несколько фаерболов метнул, стаки на стакались, и того получится где-то около 43, то есть я буду вообще фаерболы на аренке метать вообще как чумачечий. Вот, что еще интересного в этом костюме? Ну, конечно же, Майлру не могли просто так, как бы, на этом закончить, потому что костюм очень дорогой, и за эти деньги должны были предложить нам что-то еще. Вдобавок нам еще предлагается такое, как гнев черных песков. Когда вы получаете урон, на вас настакивается бафик, и как только вы получите 5 раз урон, этот бафик превращается в маленький бафик на 5 секунд, который нам еще добавляет игнор сопротивления плюс 100 единиц, еще время применения умений минус 2, и дополнительный урон умений заклинателя плюс 3,5. То есть, что мы сделали? Мы всего лишь шанс крита 1,8 поменяли на просто, ну, немаленькое количество плюшек, просто, количество плюшек просто баслосновное. Вы посмотрите, сколько здесь всяких вкусняшек в этом костюме, не знаю. Этот костюм считает для мага на сегодняшний день мастха. То есть, потеряли 1,8 шанс крита процента, и то непонятно, как он там работает. Вот, и потеряли, получается, 100 игнора сопротивления, что не столь важно уже, вот, как каст. Сейчас я попрошу своего коллегу, чтобы он меня побил немножко. Вот, Валера, постучи меня немножко этим самым, там, булавой, просто побей мне. Сейчас я пати разорву. Да, просто меня пару раз тыкни. Ну, так, с руки, вот так вот, да, мышкой клац-клац на мне. Или фаербольчиком, или так. Вот, видите, на мне настакивается. Вот, пошла он, пошел этот баф. И вот, уже 53. Все, все, хоре. Вот, видите, было 53% применения умений с этим, получается, бафчиком. Это еще 3%. В общей сложности, это отличный костюм, просто отличный. Еще, как вы видите, у меня кольца еще не доточены. Я кольца обязательно буду точить в эпоху, чтобы они давали 2,1% скорости каста. Короче, с этим костюмом просто маги начнут метать фаерболы, как сумасшедшие. А те маги, которые играют через скрытность и через отскок, это фанатики там всякие, и вот эта вся, получается, делегация. Они еще больше будут получать фаерболов. Просто пипец, какой-то, как будут летать фаерболы у этих магов. Ну что, на этом я считаю, что обзорчик костюма можно закончить. Вроде как бы все аспекты просмотрели по костюмчику. Вот, так что я думаю, что на этом можно уже и поставить точку. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого костюма. Всем пока-пока, до скорой встречи.